Спасибо вам за ваш великий подвиг, за честь страны, что так нам дорога, за то, что долг свой до конца исполнив, отечество спасливы от врага. Субтитры создавал DimaTorzok Кадровым военным, чтобы мы что-то знали о его подвиге, о его жизни. Родился он в нашем селе, где эта бумажка, в селе Высоцком в 1917 году. В семье крестьянина, сыном был одним, единственным. Ушел по призыву, он ушел по призыву в армию, а потом он там стал учиться, уже как я не знаю, в Чугольском авиационном училище Харьковской области. Не закончила его, началась война. Их быстро переквалифицировали, и он пошел, значит, пошел уже офицером на фронт. Кадровым командовал 1023-м стрелковым полком 307-й дивизии. Был капитаном. Ну, это, видно, звание же присвоили после заслуг уже всех. Это было, что документы за отвагу ему дали в 1941 году. Уже в 1943-м за боевые еще заслуги ордена. Вот в первой степени ордена Отечественной войны. Прошел путь от Украины, где служил, занимал, значит, с боями они отстаивали Волгоград. И тут на Курской дуге произошли большие столкновения с немецкими полчищами. И они очень арестащенно сражались. Есть даже документы. Я очень долго, 6 лет, вела поиски его военного пути. Батальон брал станцию Панери, очень с тяжелыми боями. Они тут и описывается, что многие, непонятно, их так разбросало, что вышли они живыми или нет. Все друзья и начальство дивизии думали, что он погиб тут. Нет, не погиб. Он дальше пробивался с боями. В Сталинграде немцы погнали. И вот это письмо, я так считаю, что это последнее письмо было его, последнее письмо, обращенное к нам. Здравствуйте, дорогие родители, папа, мама и дочка Клава. Спешу вам передать свой боевой горячий привет и сообщаю вам о том, что пока жив и здоров, чего и вам желаю быть здравыми. Врага мы гоним назад. Так что вы теперь не сомневайтесь, что враг придет обратно. Больше ему не вернется. Папа и мама, я сейчас нахожусь в госпитале. Меня две вражеские пули поцарапали. Одна правую ногу, а другая правое плечо. Но за эти царапины враг немало от меня получил. Не только царапин, но смертей от моих гранат и пуль. Не беспокойтесь, папа и мама, Клава. Играю в волейбол и в футбол, так что от таких ранений скоро приду обратно биться. Пока. Ваш сын Петя. Когда теснил немец их сюда, на восток, они пошли с Украины, чтобы не дать Сталинград. Ну и заскочили сюда. В Высоцкой. Да, на родину заскочил он. С ними была рация большая. Все связи были с ними. Ну потому что, как сказать, дивизия отходила. Ну их тут добрый-то измотал, как он говорил отец. Уже это остатки, если и дивизии. Потом они в Волгограде сгруппировались в большой комок. Поэтому он заскочил сюда повидаться со мной и с родителями. Кажется, что ваш отец, точнее, погиб на Курской Друге. Вот все они думали вот в этом пекле. Если место подтвердится, Иван Федорович расскажет. Вы можете побывать у нас на этом. Мы тогда вас вызвали. Ну не вызвали, значит не подтвердилось. Ростов показывал, как они брали Кеннезберг. А там же такие катабобы вообще. И они спустились в Польшу. И вот тут Белоруссия и Польша, Велостокская область. Он тут погибает. Извещаю вас прискорбием о том, что ваш отец, лейтенант Зизюлин Петр Иванович, 1917 года рождения, находясь на фронте, умер от ран 1 августа 1944 года. Похоронен в Сувальской области в деревне Гибы. Основание. Книга памяти Петровского района. Страница 167. Наш дедушка. Гелой. Помним. Любим. Скорбим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok